Третья книга Моисея, Левитт, глава двадцать седьмая Если же это женщина, то оценка твоя должна быть тридцать сиклей. От пяти лет до двадцати оценка твоя мужчине должна быть двадцать сиклей, а женщине — десять сиклей. А от месяца до пяти лет оценка твоя мужчине должна быть пять сиклей серебра, а женщине оценка твоя — три сикля серебра. От шестидесяти лет и выше мужчине оценка твоя должна быть пятнадцать сиклей серебра, а женщине — десять сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его, соразмерно с состоянием давшего обет, пусть оценит его священник. Если же то будет скот, который приносит в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она, и замен ее, будет святынею. Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносит жертву Господу, то должно представить скотину священнику, и священник оценит ее, хороша ли она или худо. И как оценить священник, так и должно быть. Если же кто хочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей. Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его. Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева. За посев хомера и очменя пятьдесят сиклей серебра. Если от юбилейного года посвящает кто поле свое, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле, посвятивший его, то пусть он прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поле, и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить. Поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святынею Господу, как бы поле заклятое. Священнику достанется оно во владение. А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года, и должен он отдать по расчету, в тот же день, как святыню Господню. Поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, кого куплено, кому принадлежит владение той землей. Всякая оценка твоя должна быть по сиклю священному. Двадцать гер должно быть в сикле. Только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать, вол ли то или мелкий скот. Господни они. Если же скот нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к нему пятую часть. Если не выкупит, то должно продать по оценке твоей. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли владения своего, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклятое от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом, десятое должно посвящать Господу. Не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его, будет святынею и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае.